Компания, участница Евротура в Хорватию 2023, я знаю, что она совсем-совсем скоро летит на день рождения, на юбилей Рольфа Зорга и много-много других планов. Встречайте, новоиспеченный президент компании ПИЭМ Интернациональной России Литойя Толлорова! Спасибо! Сколько успешно! Человек, который помог уже большому количеству людей улучшить качество жизни, зарабатывать деньги. И эта фото, она сама скажет, сколько, но очень междулично хорошие деньги она зарабатывает и позволяет мне путешествовать. И моя фото, друзья! Всем добрый день! Здравствуйте! Очень рада вас всех видеть и благодарю за такую честь выйти на сцену и поделиться историей успеха тем, что меня вдохновило, что привело меня сюда, в эту компанию. Я приготовила слайды. Давайте начнем. На самом деле, очень интересный путь. Я так считаю. И самое главное, что это начало. Начало пути в компании ПИЭМ. Вот это мой лозунг «Хочешь изменить мир?» А в моей аудитории много людей, которые мечтают видеть мир еще краше и еще лучше. И секрет лежит в том, что нужно начать именно с себя. Расскажу немножко о себе, о моем счастливом детстве. Я родилась и жила в Грузии. Мои родители, мама, о которой мы чуть позже поговорим тоже, преподаватель математики, со стажем более 50 лет. Отец за меня гениальный, чем я разобретатель. Работал и с Курчатовым, одной из первых ядерных реакторов в городе Дубна, город Мцхета в Грузии. И вот мои школьные годы. Тут на второй фотографии видите, это тоже моя изобретательность. Это когда я подстригла себе челку. Я не знаю, может быть, тоже кто-то это делал. Но вот мне почему-то хотелось экспериментировать. И в принципе, в жизни я и продолжаю экспериментировать. И мое высшее первое образование я получила в Доленской области. Это город Краматорск, где провела счастливые 6 лет. Институт был очень интересный тем, что он был не традиционного советского образования, хотя там были самые лучшие преподаватели. И у нас включались еще такие предметы, как ораторское искусство, актерское мастерство. У нас была психология очень интересного самого направления, обширного. И вот это все послужило наверняка, дало ту хорошую базу, которую я сейчас использую в данное время в жизни. Да, здесь еще видно банк Винка. Это мой первый опыт работы в частном банке, валютный отдел. Я туда попала абсолютно случайно. Просто шла мимо и зашла на интервью. И получилось так, что меня взяли, потому что я гордо пронесла и сказала, что, знаете, я еще на английском говорю. И они, а что, правда, ты можешь договора переводить? Я могу. И вот таким вот образом меня взяли в банк, где я получила очень хороший опыт и общение с людьми, и опыт. Ну, естественно, профессиональные навыки. И вот это дальше, именно вот это событие, что у меня были замечательные клиенты. Далее я попала в Лондон, где изучала язык, изучала компьютерное дело. Именно тогда мы еще в колледже изучали PowerPoint, программы как Word. То есть это нужно было все, ну, непосредственно, прямо еще сдавать экзамены. В общем, вот такое было дело еще в какой-то вот 1997 год, когда я уже завершил свое первое, второе высшее образование, попадаю в Лондон. И тут начинается очень интересная жизнь. Далее, через какое-то время я переехала в Ирландию. В Ирландию мне родилась дочь, которая сейчас 24 года, которая сейчас из Ирландии переезжает в Австралию. Такое у нее решение, я ее поддерживаю в этом. И в Ирландии тоже очень интересная жизнь. Ну, во-первых, хочу сказать, что жизнь иммигранта, она отличается, конечно, от жизни, где ты родился. На моем случае место рождения Родины – это Грузия. Далее, Донецкая область, где тоже привыкаешь к новым обстоятельствам. Далее, Лондон, где я жила, работала гувернанткой, училась. Здесь тоже новая страна. И вот далее уже Ирландия, которая стала моей второй родиной. На более чем 20 лет я прожила в этой стране. И что хочу сказать по поводу, наверное, жизни или иммиграции других стран, что в тех странах, где вы живете, или мы живем, иммигранты, нужно быть всегда самым лучшим. Для того, чтобы не просто жить, а жить качественно, нужно объединять самые лучшие черты своего народа и стремиться к тому, какие черты есть у народа того места или той страны, где живешь ты. И в моем случае это, наверное, грузинское гостеприимство, украинская домовитость, я бы так сказала, деловитость, британская, наверное, консерватизм. И в Ирландии вот чем очень интересен народ, тем, что они дружные, у них чувство семьи, чувство рода, любовь к детям и чувство юмора. Ирландия мне открылась, до сих пор открывается там мой второй дом, у меня там квартира, у меня там друзья, близкие люди и моя команда. Более 70 человек сейчас находятся, живут в Ирландии. В Британии тоже, в Британии еще большая команда. И в Ирландии я занималась, у меня был собственный бизнес, по упорке офисов, помещений. Далее я завершила еще одно образование, это Ирландский институт коучинга. И с того момента начала работать более широко. Вот в данном случае это компания по организации мероприятий, крупнокосударственных мероприятий, в том числе правительственных. И здесь у меня появился такой опыт и общения, и коммуникационных навыков, и непосредственно работы, ну, наверное, без ограничений, скажем. То есть возможность работать вот абсолютно на любом пространстве. Да, еще в Ирландии, Британии, у меня в то время, ну, вот, наверное, это здесь, был клуб. Когда мы встречались на пятницу, когда мы волшебничали, я и организовывала самые разные тренинги, в том числе это были тренинги и школы Мирзакаримана, Бекова, Валерия Истин, Ельникова и других мастеров, которые помогают нам с вами раскрыть самые лучшие качества своего характера. Уже чуть позже, в 2013 году, появился проект «Осознанные путешествия». Вот здесь вот с фотографией Кайлас, есть и Грузия, вы видите, Жанна Бойстева, где мы путешествовали, это был очень интересный тренинг, это было наше первое путешествие с Жанной. Дальше вот как раз Грузия, здесь есть и Тибет, и Хаса, и Швиланка на Швиланке, мой партнер Наталья Грейт из Британии. То есть вот такие путешествия, конечно, расширяют горизонты, убирают любые границы, преграды прежде всего в своей голове. И это очень важно для нашего с вами дела. Работа со своим сознанием, работа со своими границами и ограничениями. Постоянное обучение, я думаю, что вы все сейчас тоже, у вас есть и командные встречи, кроме того и тренинги от нашего офиса, практически ежедневно. То есть я хочу сказать, что если вы желаете результата, обязательно обучение нужно стать частью нашей жизни. В данном случае умею еще обучение астрологии. Далее вот здесь вот средний кадр на верхней строке, это фестиваль Ивана Купала, потому что я очень люблю такие праздники, когда объединяются единомышленники, есть общая цель, есть возможность радоваться. И вот в такие моменты не просто радуешься, а творишь судьбу. Так же, как мы сейчас с вами собрались, у нас с вами общая цель, общее дело. И в такие моменты, когда мы с вами объединяемся, есть возможность прописать цели, есть возможность помечтать. И поверьте, особенно тогда, когда будет поздравление здесь на сцене, запустили свое намерение. Это один из секретов. Еще моя любимая деятельность, это, конечно же, йога, потому что йога является частью моей жизни, так же, как и фитлайн. Это стиль жизни. Это даже больше, чем просто занятие каждое утро. Женские практики, игра лила, все то, что помогает раскрыть наши с вами таланты. А вот сейчас помогите мне, пожалуйста. А, может, туда направить надо? Ага. И сейчас самое интересное. Почему самое интересное? Потому что здесь начали сбываться мои мечты, которые я когда-то запускала. Запускала пространство, запускала и обращалась к звездам. И произошло это, самое первое знакомство с ПиЭм, это был апрель 2021 года. Это марафон стройности. И мне предложили, благодаря Жанне Гостевой, предложили провести практики. Практики висцерального самомассажа живота. Я в это время находилась в Индии, поэтому, на самом деле, я думаю, это очень вдохновляло людей, которые включали прямую трансляцию, и было видно зелень пальм, и слышны были иногда индийские мантры, потому что в Индии всегда шумно, там не бывает тишины. И с этого момента, вернувшись сюда, в Россию, через полтора года моей жизни в Индии, это было время локдауна, я попадаю в офис, где меня встречают с распростертыми объятиями, прямо в офисе. Я так была удивлена, потому что я не ожидала и не думала, и тогда еще не осознавала, насколько соцсети могут изменить жизнь. Поэтому, если вдруг вы хотите успеха, пожалуйста, обратите на это внимание, что соцсети работают на вас, если вы относитесь к этому, как к работе. Я была очень удивлена теми людьми, которыми встретились и в офисе, и во время самого марафона. Мне многие писали, спрашивали, Виктория, то есть людей на самом деле интересовали нюансы, детали. Я видела, что занимаются люди, просматривая профиль, что это люди не всегда молодые, но что у людей хороший результат, что они интересуются здоровьем. А мне всегда интересно общаться с такими людьми. Что произошло далее? Уже через какое-то время, вернувшись после Индии, я, естественно, приобрела продукт. И с того времени, это уже 2, более 2 лет, 2,5 года, я пью коктейли Фитлайм. Но случилось... Да, благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Но случилось самое непредвиденное, а именно, в результате стресса, потери одного, второго, третьего человека, моей маме произошла, или случилась деменция. И это было буквально очень быстро и непредвиденно. Что такое деменция, я сейчас не буду рассказывать, скажу, что это самое, как говорят, трудное или сложное, что может быть вообще с одним из родственников. В моем случае, говоря очень городко, тогда получилось так, что весь мой мир буквально остановился. Я вернулась домой, и я нахожусь дома. Я отказалась уже от всех путешествий. А у меня буквально все рассчитано, уже расслабировано. И, находясь дома, я приняла решение, что все, я буду жить рядом с мамой. Какое время, как Бог даст. И в это время я вдруг приняла решение, после того, когда мама оказалась в госпитале, я забрала маму и решила попробовать. Попробовать давать продукты не в обычных дозах, а вот знаете, прям ударных. Если я взялась, то это 4-5 ложек 4 раза в день. Если это моноген, то это 6 капсул. То есть все в 2-3 раза больше. И вот именно такие рекомендации я получила от Галины Николаевны Костины, за что очень благодарна. И самое интересное, что в течение буквально нескольких дней я вижу, что мама чувствует себя лучше. Через неделю это уже другой человек. Если говорить коротко, то вы видите, вот 15 ноября, это когда я маму забрала с госпиталя, с клиники, и вот буквально уже в конце декабря я просто сообразилась сделать фотографию. А выглядела она так уже гораздо раньше. И что вы думаете? Благодаря продукции Фитлайн не просто мама стала даже не то, что лучше себя чувствовать. Сейчас прошел, уже год прошел, мама в абсолютно нормальном, хорошем состоянии. То есть, благодаря. То есть, она помнит, она абсолютно осознает все, что надо. Но более того, мама занимается, она решает задачи постоянно. У нее есть пазлы, разукрашки. То есть, она рисует. Сейчас у нее такая жизнь, которую она не могла позволить себе ранее в своей жизни. И я понимаю, что с Фитлайном возможно абсолютно все. И это даже не то, что я верю в чудо. Это на самом деле продукт, который меняет, перестраивает сознание человека, его тело на абсолютно новый уровень. И да, я раньше стеснялась на самом деле делиться фотографиями, но сейчас я их укладываю. Я знаю, что, во-первых, и мой статус АММ во многом зависит от того, что люди меня знают, в том числе мои ученики. И благодаря вот этим фотографиям и отзывам моим люди становятся здоровее. Я разрешаю, пожалуйста, пользоваться с этими фотографиями, если хотя бы кто-то, хотя бы один человек будет себя чувствовать лучше, это уже здорово. И что еще хочу сказать. В октябре месяце был такой же конгресс 14-го числа. И я присутствовала где-то вот здесь с интересом слушала. И я помню, как раз, когда я вошла, а у меня было опоздание, потому что самолет задержался на 12 часов, я буквально с Индии прибыла на конгресс. И здесь был золотый дождь, и здесь награждали президентов. И мне это так интересно все показалось, так прям неожиданно. И я приняла решение тогда попробовать. То есть вот это решение, которое было произнесено и в сердце, и как-то, ну вот не знаю, наверное, во весь мир. я хочу попробовать. Я это сделаю. То есть вот так, скажи, не попробовать, я это сделаю, я буду делать. Знаете, как получится, я буду это делать. И вот здесь вы видите Сергея Дурова, Жанна меня познакомила, и с Джанниром, и с Галиной Николаевной, и с Сергеем Дуровым, и вот со всеми. Это очень приятно. И еще один такой секрет. Если вы хотите на самом деле роста вашей команды, то знакомьте своих лидеров с теми, кто вам дорог, кто, вы считаете, может вдохновить человека, потому что это и было, как знаете, как некое посвящение. Сергею, да, я пообещала. Он сказал, Виктория, когда делаете АММ, а я не знаю, что это такое. И Жанна говорит, в декабре я произношу в декабре. Но и не так оно и случилось. В декабре АММ. Продолжаю постоянная работа, действия. Это уже январь АММ. Тем более, тут еще путешествия, не вороту. Ну как это пропустить? То есть, получается, что таким образом весь мир, когда есть четкая цель, начинает подстраиваться под вас. Если ваша цель соответствует вашей миссии, а ваша миссия, скорее всего, соответствует миссии компании, которая звучит мечами предотвращать заболевания, улучшать качество жизни и радость жизни. Можно следующий слайд, пожалуйста. и вот сейчас еще предыдущий, если не ошибаюсь, предыдущий, там не Германия, где наш 30-летний, да. Вот. События, мероприятия, они настолько важны в нашей жизни. Сейчас у нас с вами эра, новая эра, эра единомышленников, эра команды, эра водолея. Это всегда сообщество людей, это новая энергия. Если раньше можно было работать и жить в одиночку, сейчас этого не получится. И, смотрите, 24 июня было празднование, ведь этот день упало, это день леньего, но солнцестояние плюс тревья, это максимальное расположение солнца над горизонтом. То есть все совершенно непросто. Я даже иногда удивляюсь, а знают ли сами основатели компании, насколько эта компания соответствует веяниям нашего времени. И хочу сказать, что прекрасная встреча, конечно, это было замечательное празднование, где мы впервые встретились с моей командой, туда приехали, с Британией, мои партнеры из Ирландии, еще не очень регулярно, сейчас еще буду чаще, ездить, направляться в Ирландию в презентации. Был большой зал, около 40 человек. В Британии мы собрали 50 человек в зале, почему был очень удивлен генеральный директор Британии. Говорит, Виктория, это классно, здорово. Он присутствовал, он тоже радовался на самом деле. Он, хотя ни слова не понимал на русском языке, но он слушал от самого начала до завершения нашей презентации. Хочу еще сказать, если вы желаете успеха, то, естественно, надо проявлять лидерские качества. То есть, что делать? Стать солнышком. Лидер — это солнце. Солнце, которое греет. Солнце, которое светит. И все смотрят на это солнце. То есть, надо быть в центре, стать вот этим сиянием. И обязательно к солнышку всегда притягиваются, и к вам притянутся те люди, с которыми нам по пути. И вот следующий слайд. Я хочу сказать, если вы хотите стать успешным, то сделайте брендом свою команду. Это фотографии моих первых лидеров. Для меня это было очень трогательно. Когда я вижу счастливые лица, когда я вижу, как меняется внешность людей, а потом к ним притягиваются люди, и там меняется жизнь. И вот это мои первые лидеры. На самом деле, очень приятно. Поэтому нужно, как я сейчас тоже понимаю, что нужно делиться, вдохновлять, обучать, строить особую атмосферу, потому что это на самом деле не только команда, это семья. Это ПМ-семья. И сейчас на следующем слайде замечательное событие, важное для меня. Это первое путешествие от компании. Это Евротур в Турцию. И скажу всем, пожелайте, поставьте цель. Прямо сейчас. Обратитесь к своему внутреннему вот этому «Я», которое у вас в сердце здесь. «Я хочу». «Я хочу побывать там». На самом деле, испытать. И это не просто пятизвездочный отель, это премиум сердце. Премиум сервис, потому что чувствуется и отношение, и организация. Ну и прежде всего, вот те, кто присутствует там, это, знаете, на самом деле нам надо быть очень осознанными и ценить ту возможность быть в едином поле с лидерами, с успешными, с драйвовыми людьми. А тренинг – это особое, конечно же, дело. АММ-тренинг, я являюсь бизнес-коучем, сама свои самые разные программы, курсы организовываю, провожу. Ну вот этот тренинг – это было. Наверное, я не ожидала и не думала, что он настолько живой. И самое интересное, он идет всего два дня. Но завершив его, у вас уже будет план работы, поверьте, тот, который, ну если вы сможете, за три месяца, конечно, это осуществить, у вас будет просто взлет. Поэтому обязательно вдохновляйте своих партнеров на то, чтобы они попали на этот тренинг. Это было очень мощно. Ну а вечеринка белая – это, конечно, знаете, я вот сейчас вспоминаю, когда жила в Лондоне, и я шла в центре. И иногда так гуляя, я видела, как какие-то прайвы партии, частные вечеринки где-то проводятся. И так проходишь мимо, заглядываешь и думаешь, ой, как-то интересно, как здорово. И вот сейчас на нашей белой вечеринке я вдруг вспомнила, это знакомое состояние. Где я это видела? Где я это ощущала? Да, это было тогда. И вот этот премиум-сервис, а точнее, что мне понравилось, то, что это место историческое, что ты присутствуешь вот на самом деле в особой энергетике, где настолько все красиво, и еще люди одеты в белом, вот в этом что-то есть. Это, конечно, магия. Поэтому каждый раз, когда мы с вами встречаемся на конгрессе, на каких-то командных встречах, знайте, что это время волшебное. Используйте его. Пока проходит какое-то мероприятие, напишите пару строчек, ваши желания, и вот увидите, они сбудутся. И что я хочу сказать непосредственно о компании PM, да уже следующий слайд, что PM – это и стиль жизни. PM – это намного обширнее. Это, если говорить терминами, это бизнес под ключ. Здесь есть все. Здесь есть и онлайн-магазин, и все материалы, и обучение. Есть абсолютно все, что необходимо нам для роста. Здесь есть общение, здесь нет ограничений в возрасте, нет ограничений в вероисповедании, здесь нет вообще никаких границ. Поэтому, осознавая это, обязательно подумайте, а что внутри вас, какие сомнения есть, с чем нужно поработать. Ведь PM – это на самом деле и энергия, и здоровье, и путешествия, обучение, это инвестиции, это абсолютно все. Вот все есть в нашей компании. Знаете, я давно искала вот такой стиль жизни, такую деятельность, где я могла бы себя реализовать и в здоровье, и в обучении, и в путешествии, и вот в таких встречах, как у нас сейчас с вами. А еще что меня привлекло, что это, да, это целостный подход, здоровье и бизнес. Здесь на самом деле все настолько синергично. Ты растешь, перестраиваешь свое тело благодаря продукту, у тебя меняется сознание. Поднимите руки. Кто заметил, что у вас характер изменился? А что изменилось сознание, что вы видите мир по-другому? Он другой, мир другой. Когда ты на уровне клеточек сытый, когда ты довольный, у тебя есть много энергии, ты по-другому реагируешь на жизнь, на происходящее событие. И видите, здесь используются древние знания, потому что именно там есть ключ к здоровью, там есть секреты полноценной жизни. И ПМ, и основатели ПМ, и ученые сделали именно это. Они основываясь на вот этих корнях, древние знания, они скрытые, корни всегда скрытые. Основываясь на этом, они взрастили дерево, плоды. У нас с вами есть возможность наслаждаться этими плодами. И следующий слайд, пожалуйста, это уже завершающий слайд, что я вижу в компании ПМ. Это бизнес-модель, но модель нового времени. Здесь есть три важных составляющих. Двигатель — это мечта. Это цели. Мечта, она недостижимая. Но мы дальше идем. Цели. У каждого из нас должны быть цели. Это основа. И мой рост начался именно тогда, когда я пообщалась со своей наставницей, и мы определили цели. Потому что у меня после 10 лет путешествий и погружения в йогу было, ну скажем, свой такой отрешенный взгляд на жизнь. И вот, ну если вы понимаете, духовность, да, вот все хорошее такое. И когда я понимаю, что можно улететь так просто, вот эти вот корни и цель, для чего я это делаю, вот именно тогда проработав цели, поставив цели, озвучив для себя, начался рост. Поэтому первая мечта. Второе — осознанность. Благодаря осознанности, а именно процессу, который вы впускаете в свою жизнь, как вы работаете, как вы приглашаете на презентацию, как вы общаетесь с партнерами, с командой, с людьми. Вот этот процесс, на самом деле, он настолько важен, ведь это наслаждение, жить, работать в этой команде, быть на таких конгрессах. И команда — это есть то, что движет нами. Команда дает энергию. Энергию прежде всего своему лидеру. Поэтому всегда тот, кто вас пригласил, кто вас ведет, кто вас вдохновляет, наши спонсоры, и, конечно, роль Зорг, Свики Зорг. Вот именно они, как основатели, они ведут, они поддерживают нас. И мы, как лидеры, делаем то же самое со своей командой. Поэтому, как я это вижу, три важных составляющих. Иметь мечту, которая направляет наше движение, наш рост. Осознанность — это наслаждение процессом, жизнью. И команда, благодаря которой меняется мир вокруг. И получается, хочешь изменить мир, начни с себя. А далее уже и команда, и здоровье, и весь окружающий мир выглядит, он уже выглядит по-другому. Благодарю вас. Виктория Тудорова! Портёр в ранге президента. Сегодня мы, Викторию, будем награждать. Это будет кульминация, это третья часть нашего конгресса. И, конечно же, Виктория, я вам вопрос такой адресую, скажу, какая ваша следующая цель. Готовьтесь, как это было год назад, когда вы стояли здесь в ранге АММ, а сегодня вы будете стоять в ранге президента. И, конечно же, я соглашусь, и это будет правильно сказать, что Фитлайк — это ресурс. Фитлайк — это...